Подтопление посёлка Бланаш идёт полным ходом. Напомним, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в своё время был разработан план по предотвращению катастрофы. И если бы руководитель Артёмовского городского округа держал под контролем выполнение всех мероприятий, предусмотренных министерством, то, что происходит сейчас, удалось бы избежать. Напомним, на сегодняшний день затоплены садовые участки БМЗ, образовалось целое озеро на Бланашском кладбище. Жители посёлка в панике и не понимают, к чему готовиться. Со своей стороны, некоторые депутаты также в отчаянии бьются в закрытые двери главы муниципалитета. Именно вопрос случившегося подтопления сыграл свою роль в оценке деятельности главы Артёмовского городского округа Андрея Самочёрного за 2018 год. На 51-е заседание Думы Артёмовского мэра прибыл защищать управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец. И, наверное, даже к лучшему. Ведь, как оказалось, он владел той правдой о ситуации, которая исходит от человека, крепко удерживающего своё кресло главы. Теперь у Николая Клевца появилось видение и другой правды, которая показывает реальное положение дел по вопросу подтопления. В ходе Думского заседания чиновникам предоставили слово отчитаться перед народными избранниками о мерах по спасению посёлка Буланаш от подтопления. Глава сразу переадресовал доклад на своего зама. Начальника управления по городскому хозяйству и жилью Александра Миронова. Стоит отметить, из выступления Александра Ивановича депутаты так и не услышали ничего нового. Значит, я информацию предоставлю в части исполнения протокольных поручений, которые были... Говорите, говорите по-громче. По исполнению протокольных поручений, естественно, приводных ресурсов. Значит, ну и ещё дополнительно скажу, что у нас 17 мая, значит, был включён дополнительный стволе шахта насос. В апреле, когда у нас вышел из КРОЯ, один из откачивающих насосов, ну, это ЦВ-шлифи, марки ЦВ. Значит, и 17 мая по сей день у нас вот работает... В работе находятся два насоса ЦВ-производительности, 250 кубических метров каждый, и насос китайского производства, значит, производительность 500 кубических метров. То есть, суммарно где-то откачка осуществляется в объёме тысячи кубов. Депутата Владимира Арсёнова в очередной раз возмутил тот факт, что администрация Артёмовского городского округа вводит за нос думцев, ни разу так и не предоставив экономический расчёт на решение проблемы страдающего от подтопления посёлка. На сегодня работают три насоса, завтра это будет опять два. То есть, есть какое-то решение принято купить запасные насосы, где-то выделены были через КЧС. Значит, установка этих запасных насосов, чтобы было это всё. Чтобы уровень воды держать там в 5 метров, а не 11, там это всё. Вы нам всегда говорите, не хватает средств. Но мы ни разу не услышали ваш экономический расчёт, сколько нужно этих средств. Попросили миллион, мы вам дали миллион. Где он? Девять, не знаю. О том, как на самом деле сегодня работают насосы и что же происходит в так называемом спасении муниципальной властью Буланаша от подтопления, рассказал присутствующим депутат Тагир Тухбатуллин, как раз представляющий интересы буланашцев. На сегодняшний день насосы на шахтном водоотливе изношены до предела, моточасы у них отработаны. Сегодня с утра я своих помощников отправил туда и проверил всё это хозяйство. Нам докладывают, работают два насоса 250, 250 и 500. Это в сумме даёт тысяча кубов фактически. Есть электронный водомер, который отсчитывает и показывает. 439 кубов поднимаем в час. 439 кубов. Вникните в это. И мы накладываем округлённое, что не 250, 300, 300 и 750 в МЧС, что мы выкачиваем воды в час. Сейчас война с ветеринными мельницами началась. Я не знаю, какой умник вчера отправил туда на БМЗ, шахтер, коллективный сад номер 3, пожарную машину. Люди вышли с топорами и прогоняют их оттуда. Вы что творите? Ну как это? Сфотографировать надо? Есть, фотографии есть, всё есть уже в наличии. В наличии. Но самое-то страшное. Самое-то страшное. В течение прошедшей недели вода вышла на кладбище. На кладбище. Это буквально в 40-50 метрах от мест захоронения. Вот о чём мы говорим. У нас нет результатов исследования. АПОК. Земли под фундаментами. Мы ничего не имеем. Не знаем. Мы не знаем сейчас ситуацию. От нас скрывают. Почему? Да, канализационные сети, канализационные рассосы мы будем выкупать. Торопимся. Да, хозяин избавляется от этого. Мы не знаем, какой приток воды. Потому что коллектора идут ниже уровня воды. Канализационные рассосы. Я считаю, что уже приток пошёл в них. Работу чиновников администрации во главе с главой по спасению посёлка Тагир Тухбатуллин назвал геноцидом буланашцев. Это слово блудство. Я по-другому назвать не могу. Продолжается. Ну, и по-другому не назову. Это геноцид посёлка Булнаш. Я по-другому это не назову. Никто не переселит. Никто ничего не сделает. Просто идёт плановое затопление. Мы обращаемся везде. Прокуратура. Последний момент после собрания, которая в пятницу обратила на это внимание. Общественная палата. А что она тоже не знала? Я сказал. Дайте, пожалуйста, мы тоже подключимся, коли общественность уже подключилась. Да что это мы живём-то? Не в правовом государстве, что ли? Я же вырос. Мои предки похоронены там. Я не хочу, чтобы всё это затопилось. Раньше за невыполнение плана работ ставили к стенке, отметил депутат Алексей Пестовский, обращаясь к главе Артёмовского городского округа с вопросом, почему своевременно не исполнен протокол совещания по вопросу о мерах по предотвращению подтопления. Вячеславович, 25 декабря 2018 года у нас это уже оскомину набило. Мы просим, почему есть протокол совещания по вопросу о мерах предотвращения от 14 декабря. Вопрос один, почему он не исполнен. Там всё конкретно расписано, каким числом всё. Это, соответственно, я не знаю, раньше, наверное, представили, за невыполнение ставили просто к стенке. Если бы соблюдалось хотя бы то, что уже протоколе накрыло, наступивши, но определены сроки, мы бы, наверное, уже не расставали. Что касается выполнения протокола, Андрей Самочернов ответил, что сегодня туда выехали. Проверить, надо это или нет. Для этого сегодня туда выехали, на шахтный водоплик, и производить замеры. Сколько поднимается, сколько воды идёт в релье. То есть, надо это делать, не надо. Самый основной вопрос, который у нас идёт с опозданием, это по дренажному плану. В общем, глава переложил всю ответственность на Министерство природных ресурсов Свердловской области. Сейчас мы работаем под руководством Министерства природных ресурсов. Я им говорил, если сейчас аналоги вот эти работы, которые мы провели, они подтвердят, что надо откачивать, значит, будет принято такое решение, думаю, на уровне Министерства, что надо откачивать. Мы это делаем для того, чтобы сейчас определить реальную ситуацию. Из выступления главы депутаты так и не услышали, что конкретно было предпринято и планируется сделать для исправления ситуации. Вы в течение, наверное, трёх-пяти минут рассказывали нам, о чём вы уже тысячу раз слышали. Вы конкретно не назвали ни единого шага. Ни единого шага. Как сейчас осушить кладбище, как осушить сады? Вы ничего не сказали. Вы говорите, не от вас зависит, а для кого вот это Министерство природных ресурсов. Откройте, Николай Алексеевич, откройте, пожалуйста, вот протокол, он для кого-то написан. Для вас конкретно. Ни один пункт из этих протоколов не выполняет. Вы так долго рассказываете, оборудование из-за границы приходит, ещё что-то. А подтопление идёт ежедневно. Господин Арсёнов спросил у вас, есть у вас расчёты? Сколько нам надо денег? У вас вообще ничего нет. Зачем этот работает китайский насос? Китайский насос, который потребляет в 4 раза больше электроэнергии, чем наши советские насосы, российские насосы. Далее. Вы говорите, стоит ли делать эту трубу? Люди вам, специалисты, шахтёры говорят, там пробуренные скважины, по этим скважинам вода, выброшенная на 50-100 метров от этого ствола, обратно возвращается. Мы эту воду крутим. Мы бы уже давно отбили деньги, если бы делали этот трубопровод и в русло бы сбросили. И у нас бы вот таких проблем уже не было. Нам на электроэнергии надо около 2,5 с лишним миллионов. Мы расчёты... Вы дайте расчёт, не рассказывайте, дайте нам расчёт. Дадим расчёт, мы, я говорю, этим вопросом уже заняли. Вы два года уже не даёте. Держать уровень сколько? 11 плюс минус 2. Вот этот уровень мы так и держим. У нас уровень сейчас даже 13 метров, 15 сантиметров. Вот вы говорите по протоколу, мы уровень этот не опустили, и мы не подводим посёлок у наших подоплений. То, что не выполняют это мероприятие, там, да, есть такое место. Или вы вообще не понимаете ничего? Или вы вот заблуждением вводите вот этих шахтёров? Я не ввожу заблуждение, я вам сказал, что это идёт через все соревновательные ресурсы. Вы глава района. Вы глава района. У вас посёлок топит. Вы на кого-то ссылаете. Я не на кого-то ссылаюсь. Я не на кого-то ссылаюсь. Посёлок Буланаш топит сегодня. Вода прибывает с неимоверной скоростью в самых высоких точках территории. А Николай Клевец, свято убеждённый правдой главы, предложил ещё подождать до 15 июня, чтобы услышать, что по этому поводу скажет вице-губернатор Сергей Бедонько. Действительно, расчётов нет. То ли специалисты у вас нет, то ли ещё что-то. Мы ещё эту проблему обсуждали вот понедельник. И там Бедонько Сергей Юрьевич заявил, что я до 15 июня присутствовал и главы вашего председателя Думы. Выеду сюда, везу всех заинтересованных лиц. То есть Министерство природных ресурсов, Министерство ЖКХ, то, что касается парикона, других, любых лиц, которые нужны вам здесь для решения этого вопроса. С тем, чтобы профессионально оценить обстановку. С тем, чтобы профессионально сделать расчёты. И он сказал, что мы поможем ресурсам Свердловской области решить эти проблемы. Поэтому мы можем бесконечно дискуссировать, но от этого вода уровень меньше не станет. Давайте вот до 15 июня он там определится со своим графиком, потому что там всё расписано. Значит, он пообещал, он приедет сюда со всеми специалистами, которые смогут дать профессиональное решение. Депутатов весьма удивила позиция управляющего Восточным управленческим округом. Николай Арсеньевич, вот вы приехали, а почему раньше-то не были здесь? Вы что, не слышали о том, что у нас здесь поселок Топин? В прошлом году мы здесь наступали, то же самое. Вы где были-то? Вы что же на меня-то, а я при чём здесь? А как это вы при чём? Вы глава? У вас все виноваты, кроме вас, это самое. Здравствуйте. У меня-то даже виноват, а 100 человек, но он не виноват, оказывает. В свою очередь депутат Владимир Арсёнов высказал предложение. До правительства и губернатора Свердловской области Суть проблемы теперь должны довести простые жители, которые сегодня каждый день наблюдают, как подступает вода к их порогам. Если эта команда выезжает, то представители губернатора, значит, и вы в том числе и депутаты. Правительство и это всё. Я-то хотел более тогда, после обследования этого объекта, значит, посёлка Мунашный, забрать простые избиратели и услышать их мнение сегодня там, наверху, потому что вы сегодня все нас представляете какими-то, значит, конфликтами, создающимися ситуациями. Пусть у себя тогда этого простого народа, что делается, какие уровни держат, вам простые шахтёры скажут. Мы хотим просто, чтобы действительно услышали и приняли меры. У нас сегодня по протокольной части, согласно, в апреле там какого-то был протокол, не исполнено практически ничего. И министерство мы написали, что ваше протокол, ваше, значит, указание не выполняется. Конечно, все здесь нужно. С них бедонька и спросится всех. И с него, и с министерством. Потому что я знаю, там министерство, неоднозначное отношение тоже к этому. Понимаете? Всех спросят. А ну что мы сегодня соберём, давайте ещё. Нет, вот давайте так. Говорим, что... Вот в лице дедонька пусть услышит народ. Да, будут приняты меры. Да, мы поставим на место всех, кто в этом виноват. Обвинение Николая Клевца, артёмовских депутатов, в том, что они создают конфликт с администрацией и напрасно оговаривают главу Андрея Самочёрного, народные избранники опровергли. Мне этот посёлок дорог. Дорог, как это наш телеховый. Там наш народ. Там бедствие. Надо спасать. Кто пострадал хоть один раз из тех, кто не выполнил ничего, никто и ни разу. Полная безответственность. Не надо нас обвинять в том, что мы не объективны. Мы объективны. И хотим объективно разобраться в ситуации. Что же делать дальше? Что позволить гибнуть посёлку? В ходе заседания защищал главу Артёмовского городского округа не только Николай Клевец. Местные депутаты тоже пытались выразить свою позицию. Я, конечно, понимаю, что есть проблемы. Конечно, я, может, не совсем компетентен, но, знаете, не говорю, что тут надуманная проблема. Она есть, она давно испытывалась. Но вот мы сейчас все выражаем, глава плохой, глава не то делается. Подождите, давайте уже немного остынем. Мы сейчас заставляем принять решение, которое ещё никто не подтвердил, никакой эксперты. Подождите. Есть только лишь мнение. И это понятно, что мне к мнению тоже нужно прислушиваться. После подобных высказываний возникает вопрос, как потом смотрят эти депутаты в глаза своим избирателям. Не остались в стороне и присутствовавшие на заседании простые жители посёлка Баланаш и бывшие работники шахт. Давайте оценивать ситуацию. Вот вы хотите провести совещание, поедет туда группа. Вот я не знаю, Людмила Ивановна, она поедет с... Кажет, что... Да, насос работает там, значит, в этой соклажине, где насос. Уровень упал. Погоз подтапливает. Что вы делаете? Ну так сколько можно? Мы уже 4 года эти вопросы поднимаем. Технически, грамотные люди. Остановитесь. Теперь, как человек, проживающий лучше здесь, могу сказать, до какой степени вы встали, россияне, мужи такие. Вам об одном говорят, вы не слышите. Я только одно хочу сказать. Есть, вот работа по культуре здесь есть. Вы на Божий суд не обращайте. Может, там вы от воскресенья уходите, а пол бьётесь, а быстро будет говорить. На закон российский, ну, постольку, где вышло, где пришла. Но есть ещё суд линча, когда если посёлок начнёт, вы не представляете, когда человек или животное загоняет в угол, что он делает? Он идёт на всё. Сегодня он котлова правильно сказал? Похоронен столько людей. Вы не слышите людей? Кто смелится сегодня из вас прийти на День Шахтёров, поздравлять шахтёров? Я вам заранее говорю, за два месяца. Вас слышать никто не будет больше. Что за российские мужи сегодня сидят у власти? Глава Восточного обрага первый тоже пойдёт соответствовать, потому что всё это пойдёт в Рим. Иребитка, Буланаш, Невца, Тура. Вы представляете, что это будет? Господин, который приехал из Восточной, Восточного округа заявляет следующее. 15-го числа приезжает господин Бедонько и будет разговаривать. Извините, если вы затопите мусульманское кладбище, греха-то вам, его не обойтись без греха. И тут вас не спасёт ничто. Потому что мусульмане, если встанут, вам мало не покажется. Тагир Тухбатуллин также задал вопрос, кто ответит по закону за подтопление территории с населением в 12,5 тысяч человек. В соответствии со статьей 6 федерального закона от 21.12.1994 года за номером 68 федерального закона о защите населения от чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, сокрытия, несвоевременное предоставление, либо предоставление должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Они игнорируют. Прокуратура не видит этого. И Восточный округ пришёл убеждать нас, что оказывается мы не правы. Таните, ребята, кто ответит вот за это по закону. Мне стыдно, конечно. Мои коллеги-булнашевцы мне в глаза не смотрят сейчас. Они голосуют, потому что глава подмялый. Мои-булнашевцы не поддерживают меня. В рамках обсуждения вопроса подтопление прозвучало много эмоциональных высказываний и депутатов, и населения, и даже представителей МЧС. Подводя итог отметим, депутатам Тагирам Тухбатулиным было предложено внести поправку в проект решения информации о мерах по предотвращению подтопления посёлка Буланаш. В связи с непринятием администрации Артёмовского городского округа всего комплекса мер по защите посёлка Буланаш от подтопления подземными водами предлагаю внести в проект решения информацию о мерах по предотвращению подтопления посёлка Буланаш вследствие ликвидации угольной шахты Игоршинская поправку, дополнив проект решения пунктом 2 следующего содержания работ в администрации городского округа в мерах по предотвращению подтопления посёлка Буланаш вследствие ликвидации угольных шахт Игоршинская признать неудовлетворительной. За поправку депутата Тухбатулина, в которой работа администрации Артёмовского городского округа в мерах по предотвращению подтопления посёлка Буланаш признаётся неудовлетворительной, проголосовало 13 из 20 присутствовавших народных избранников. Остается добавить, повлияет ли это на самоанализ главы Артемовского городского округа и его подчиненных, а также выбранную позицию управляющего Восточным управленческим округом.